Сегодня сошел с конвейера первый чувашский комбайн. В честь этого на заводе промтрактор, на котором сейчас базируется производство, устроили торжественную церемонию. Мощность новой машины приехали оценить главы районов и солидная делегация Министерства промышленности и торговли. Дмитрий Ковалев продолжит тему. После переезда из Красноярска в столицу Чувашии конвейер заработал на полную мощность. В Чебоксары перевезли более 700 станков, были закуплены и современные линии. Осваивать новое производство местным специалистам помогали комбайно-строители из Сибири. На новом конвейере собирают уже хорошо раскрученный бренд. Агромаш 4000 – это модернизированная модель. Бортовой компьютер, кондиционер, мощность двигателя – 250 лошадиных сил. На этом заводе планируют производить более 2000 комбайнов в год, но только если на них будет спрос. Порой, покупая импортные комбайны, и бывают такие случаи, что простаивают неделями, месяцами техника. Вот этого, конечно, быть не должно. И то, что здесь будет рядом все это находиться, это большой плюс для сельхозтовопроизводителей. По прогнозам, должны вырасти и объемы продаж российской техники, и экспортные поставки за рубеж. Аргумент наших производителей – цена. Чебоксарский комбайн стоит дешевле 4 миллионов рублей. Агрария, в которой делают ставку на современную технику, власти поддерживают и выделяют субсидия. Субсидия и непроцентные ставки на сегодняшний день производятся как за счет федерального бюджета, так и за счет региональных бюджетов. Отдельные регионы выделяют еще безвозмездные субсидии на приобретение техники. У нас тоже данный вопрос обсуждается, потому что депутаты Государственного совета, сельхозорганизации ставили эти вопросы. Мы просчитаем, какой объем средств надо будет для того, чтобы наши сельхозорганизации, наши крестьянские фермерские хозяйства приобрели эти комбайны. От факта будем, соответственно, просчитывать. Еще хотел бы отметить отдельное поручение представителю правительства, которое было 11 марта в городе Ростове-на-Дону, дано соответствующим федеральным органам исполнительной власти, а также госкомпаниям, компаниям с госучастием, развернуть масштабные поддержки сельхозмашиностроителей. В частности, речь идет о Росагролизинге, Сбербанк-лизинге, веб-лизинге. Это те новые формы поддержки спроса на продукции сельхозмашиностроения, которые мы обязаны реализовать с использованием участия государства. Первый чувашский комбайн отправится в Урнарский район. Моевым крещением новой машины станет посевная. Митрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика.